Братья-месяцы В это время начинались весенние ветры, поэтому Авдотья в народе и получила прозвище Свистунья. А плюшнихами крестьяне называли места разломов на льду или снежных сугробах, которые, оседая под теплыми весенними лучами, образовывают делянки, небольшие кучки снега, плюшки. Видимо, редко обманывала Евдокея Весновка ожидания людей. Недаром же они еще ее и Авдотьей Плющихой звали. Бывало, выйдет солнышко, пригреет землю и съежится, сплющится под его лучами снег, стараясь под настом, как под надежным щитом, от весны схорониться. Да ничего не выходит у болезненного. Тает, плачет снег по уходящей зиме, а слезы его ручейками по земле стекают. Люди, сведущие, обязательно на Евдокею талой водой запасались, считая ее целебной, равной по силе легендарной живой воде, которая якобы не только силой богатырской могла наделить, но и жизнь возвращала. Поэтому такую воду давали курам, чтобы они лучше неслись. Целебной водой поили детей, чтобы те росли здоровыми и сильными. Отпаивали больных, чтобы быстрее выздоравливали. Талой снежной водой, напитавшейся силой солнца, мыли в этот день дом, чтобы в нем не завелись болезни или нечистая сила. Кстати, не так уж и далеки от истины были наши предки, наделяя талую воду волшебными исцеляющими качествами. Ведь она относится к разряду воды мягкой, той щелочной, что очень хорошо для нашего организма. В некоторых областях России в этот день кликали весну. Женщины, девушки и дети влезали на крыши или выходили на пригорки и пели особые заклички. Как и на славянский праздник сороки, на Авдотью пекли жаворонки, особое обрядовое печенье в форме птичек. Жаворонок почитался божьей птицей и считался вестником весны, поэтому печенье развешивали на деревьях, чтобы тепло быстрее пришло в деревню. В старом юлианском календаре этот день приходился на 1 марта, открывая новый полевой сезон. О нем так и говорили, Авдотья-Весновка весну снаряжает, а соскучившиеся по свету и теплу бабы и ребятишки, стараясь ей помочь, зазывали весну с помощью песен и приговорок. Весна, весна красная, приди весна с радостью, с великой милостью, с сольном высоким, с корнем глубоким, с хлебами обильными. Евдокия-Весновка считалась в народе большим праздником, отмечали его всегда весело и торжественно. А еще примечали, если Евдокия красна, солнечно, вся весна красна, на Евдокию копель будет теплое лето, мокро и ветрено к ненастному лету, высокой траве и комарам. Новичок, народившийся месяц под Евдокию с дождем, быть лету мокрому. По погоде этого дня судили о будущем урожае. Ясная погода в этот день, да снег выпадет, хороший урожай пшеницы, ржи и трав. Будет снег, будут и грибы. День Евдокии солнечный, урожай на огурцы и грузди. И еще в этот день садят капустную рассаду. Запасайтесь талой водой, сажайте рассаду и доброго вам здравия и урожая, славяне! Братья-месяцы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok